Дорогие друзья, здравствуйте! Мы собрались здесь для того, чтобы поздравить всех с наступающим Новым Годом и обсудить те события, которые произошли в 2017. Я думаю, что в нашей школе, где обучаются 6 тысяч детей, событий очень много, но мы постараемся обсудить самые ключевые события. Но первое событие, которое произошло сегодня со мной, когда я пришла сегодня, подошла к принцу, на нем лежал большой мешок. Смирнов знает? Смирнов я не сказала, но я его сообщу, что безопасность должна знать. Так вот, это мы сделаем, обещаю. И вы закрыли в этот мешок? А как же? Я же почти Смирнов в этом смысле. Но он так звенел, я его посмотрела, открыла, а там вот так вот, там же в подарке от Деда Мороза было написано для школы 15-17, для учеников и для учителей. Поэтому позвольте вам передать замечательные пирты. И призываю вам их уже одеть. Когда призывался свой, я уже одела. Спасибо. И я думаю, что для каждого нашего гостя сегодня это будет очень хороший сюрприз. Начинаем? А, замечательный подарок. Конечно. У нас есть значок, но и только шеврон. Здорово. И так, и так, и так, и так. В прессе пишут, в интернете пишут, в блогах, на сайте, везде пишут. Попробуем, что не самое интересное. Юль Викторовна, давайте послушаем вас. Туруруру. Туруруру. Почему туруруру? Когда парад топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ. На бет? На бет в том числе. Подожди, топ-топ-топ у вас. Это шаги топ-топ или все-таки топ-300 или это рейтинг школы Москвы, в которой мы регулярно занимаем некоторое приличное место? В 2017-м был удачный. Конечно, очень важно, знаете, что вот не про цифру рейтинга говорить, а про то, что за этими цифрами стоят результаты учеников и учителей. Это самое главное. Это результаты государственных экзаменов, это те издания, которые они издают и которые мотивируют на учебу. И масса-масса событий. А рейтинг, на самом деле, такой малюсенький-малюсенький результат. Ну да, про рейтинг мы практически ничего не писали в нашей рейтинге. А вот про результаты детей по регулярной статье, например. И про педагогу, что важно. Да, а последние новости, знаете, в ноябре-то школа 15-17 первая по использованию электронного пространства образовательного. Московская электронная школа? Да. И мы в ноябре лидирующие позиции, мы первые. Кстати, опять не могу не похвастаться, очень люблю хвастаться, это, конечно, очень приятное занятие. Почти 40 учителей у нас получательные отбавки от мэра Москвы. Это очень приятно. Спасибо, Новый год. Да. Это только за один месяц, Анна Алексеевна. А если посмотреть октябрь, ноябрь, декабрь, то у нас уже очень большая группа учителей, которые получают дважды и трижды. Да-да-да, я как раз посмотрела. Октябрь, ноябрь, декабрь. Юлика, а вам как учителя Московской электронной школы, это что? Это удобно или это какая-то навязанная история искусственная? Это инструмент, а мне как химику заниматься с инструментарием. Моя среда. А что говорят вообще наши учителя? Учителя с удовольствием работают в Московской электронной школе. Мне кажется, уже даже родителям большое удовольствие заставляют. Серьезно, родители у нас уже могут платить электронную школу? Ну, пытаются, по-моему. Пытаются, пытаются. И скоро ребенок не будет носить с собой инстанция, будет носить только планшет. Надо всем, кто этому готовится. А лучше, чтобы он пришел, планшет лежит. В идеале. Но мы в работе с собой планшет лежат. Пока у нас точно в некотором количестве есть. Ну, один год подходит к концу. А у нас 2017-2018, если мы аппарат АПТОП, то в золотой середине подобрались. А кто нас главный по золоту? Заместитель по ресурсам? Конечно. Давайте подать сюда заместителя по ресурсам, поговорим с ним. Елена Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вам Дед Мороз из мешка, который я сегодня утром нашла, я всем рассказываю, просил передать. Спасибо. Прошу примерить. Спасибо. Прошу примерить. Да, к вопросу о золоте. Если вы не включили это в планирование, в план график, то можете остаться без снега. В декабре 2018 года? Возможно, да. В год, снег. Как-то хотелось бы, чтобы он все-таки был. Да, мы можем у канцелярии заказать. Как положено, заместитель по ресурсам, все будет. Коллеги, а кроме своевременно заказанного снега на 15 дальней территории школы 15-17, у нас будут хорошие новости еще? Анна Евгеньевна, хорошие новости у нас не только будут, они у нас есть каждый день и в большом количестве. Ближайшие хорошие новости – это конференция, которая будет, как всегда, традиционно в марте. Когда нужно Елену Игоревну пригласить, поскольку подробный план, когда мы должны уже во всеоружии быть готовы встречать гостей и, может быть, какие-то новые направления открыли. Елену Игоревну надо позвать. Елена Игоревна, здравствуйте. Как дела на фронтах наших? На наших фронтах стадия наступления. Только что закончился школьный тур Московского городского конкурса и конкурса «Обняемся знаниями». И на этот тур пришли 180 наших воспитанников дошкольных групп и учеников первых и четвертых классов, что ровно на одну треть больше, чем в прошлом году. В прошлом году успех невозможно без системы. Да. А что же ждет среднюю и старшую школу? Средняя и старшая школа ждет школьный тур. 18 января мы готовимся. У них условия жестче, условия сложнее. Эксперты будут внешними. Но они уже тоже имеют закалку. И наши кураторы научно-исследовательского направления также бдят. Они держат руку на пульсе и во всем помогают, консультируют, способствуют. Ну и наш центр тоже, центр управления фронтами готов, он работает. А волонтеров в этом году тоже будет больше? Да, волонтеров будет намного больше, потому что желающих, но несметное количество. Я даже боюсь в цифрах запутаться, но это хорошо. Волонтеров мало не бывает. На них держится организация этого масштабного мероприятия. Только при активной работе нашего главного идейного вдохновителя Мария Олеговна. Потому что большое количество людей еще это не обязательно волонтеры. Хорошо организованное большое количество людей это волонтеры. Хочу добавить очень важную вещь, очень важную новость. В этом году мы официально стали волонтерами МОЗ «Волонтера». И Елена Игоревна, по традиции сегодняшнего дня, я уже коллегу рассказывала в начале большой мешок, обнаружила с утра на пульсе, конечно, посмотрела. Он звенит, гремит, а в нем подарок – Один Мороза. И уверена вам передать. Будете добры носить с удовольствием наш. Очень приятно. В последнем номере как раз опубликован календарь Олимпиад. Ну, конечно, про Олимпиаду более по-новому. Мы можем поговорить с вами, с Альбином Николаевым, и вам все расскажет. У меня буквально пару минут. Буквально напомнить о кодах приглашения на региональный тур Всероссийской Олимпиады школьников. Вы не потеряете время, как видите, уже региональный, но чтобы никто не потерялся. Да, да. А в 2014 году мы приняли участие в ООЖ. А как же, по 22 предметам приняли. А на региональном этапе мировая художественная культура и китайский язык стали лидерами по итогам регионов. И Московская Олимпиада, и Олимпиада Саркисова приняли и подарили нам финалистов о химии. Ура, 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 они у нас же есть в Минске классно, стильные химики. Да. А еще у нас парки, музеи, усадьбы. Присоединили. Да. Присоединили? Уже? Ну нет, мы очень активно их освоили, все изучили, все описали, показали своих зверюшек на входе в каждый музей и усадьбу. Некоторым так понравилось, что сегодня, несмотря на некоторые удаления от северо-западного округа, переехали на ПМЖ во дворцы, парки и усадьбы. И к 2018 году мы хотели бы расширить свои территории по просьбе коренных жителей, освоенных районах. Анна Алексеевна, нам бы хорошо открыть летний экологический лагерь. Да, было бы, конечно, хорошо, но я думаю, что к этой теме подойдет следующая новость. У нас в городе есть новый проект для школы Москвы, это школа-школа. Что нужно сделать? Ну, подождите, мы же с вами уже участвуем, мы прошли первый этап обучения, и нам это позволит общаться с регионами, и мы сможем говорить об экологии не только Москвы, но и других городов России. И мы прошли такие компетенции обучения по таким компетенциям, как, конечно, управленчество для руководителей, как, естественно, научное, предпрофессиональное образование. Ну, мы, наверное, самые читающие, самые читающие. Мы не только самые читающие, мы самые читающие. Чит? Читающие организации. А, что он счет? Счет, да. Интересно, что у нас про счет? Очень хорошо считали, в уме считали, в столбик считали, и на калькуляторах считали. Наши педагоги прошли очень сложные интеллектуальные испытания в МГУ, написали по математике такие сложные работы, ждем результатов теперь. Ребята прошли пригласительные работы по математике, тоже ждем, что же нам выдаст, какие результаты выдаст город. И я очень надеюсь, что в 2017 году, что он нам подарит такой проект, как математическая вертикаль, и мы сможем открыть седьмые математические классы. Более хочу, знаете, коллеги, заметить, что нам это особенно важно, потому что у нас есть на третьем уровне образования инженерные классы. Вот я хочу сказать, какая история, ну, интересно развивается жизнь, ты учишь детей, но при этом они издают журнал, в котором они используют слова, в котором ты все-таки смотришь в интернете. Это название журнала «Батон Хиггс» еще не подтвердился, а существовало уже в абсолютно материальном объекте. Это свойственно ученикам в 2015-2017? Да. Ольга Григорьевна, что нового в 2018-м, какие нужно нам учесть результаты 2017-го года, потому что, конечно, большая работа предстоит нам для развития инженер-скилз, и мы видим возможность во внешних партнерах привлечения их для работы с нашими ребятами. Ну, вы знаете, мне кажется, значимым событием и значимой задачей для школы является то, что мы продолжаем развивать сотрудничество с существующими партнерами и развиваем новые партнерские отношения. Благодаря этому у нас в текущем году увеличилось количество программ доп. образования до 200. Это очень такой серьезный результат, и кроме этого урожай не только увеличилось количество, да, у нас ведь изменилось и направление, многое направление добавилось. Спасибо, Марина Дмитриевна. Да, действительно, у нас особенно увеличилось количество новых программ в технической направленности, технологической направленности и также спортивной, то есть это благодаря вот как раз тем партнерам, которые у нас появились. Ольга Дмитриевна, а вузы какие? Вот под запрос наших учеников и родителей, они подходят под те направления, которые ребята изучают, дают государственный экзамен и потом поступают в эти вузы? Или мы предлагаем одни вузы, а они, например, другие? Ну, могу сказать, что самые наши стабильные и лучшие вузы-партнеры – это НИСИС, МГТУ имени Баумана, высшая школа экономики. Также мы очень хорошо и успешно давно работаем с Медицинским университетом Арниму имени Пирогова, НИСИС, МГТУ имени Баумана, высшая школа экономики. Также мы очень хорошо и успешно давно работаем с Медицинским университетом Арниму имени Пирогова. Таневский университет, с которым мы тоже хорошо сотрудничаем, они нам помогают в формировании специальных курсов, которые мы добавляем к профильному образованию в школе. Также у нас ведется подготовка на базе школы к предпрофессиональному экзамену для инженерных классов. Это очень важно, я считаю. Благодаря этому сотрудничеству у нас ученики школы участвуют и демонстрируют свои предпрофессиональные компетенции на олимпиадах, конкурсах, на площадках вузов. Ну и вообще-то не весь список вузов, я так понимаю, практически все московские, так или иначе. На последнем управляющем совете, как он мог не послужить, но не последний, конечно, Анна Алексеевна. На завершившемся. Да, недавно завершившемся, понедельник. На вторник я буду даже справляться. Ну хватит уже, давайте о новостях. Вы сбили меня, Юлия Викторовна. Я же о серьезном. Какой замечательный анализ делала Татьяна Евгеньевна по поводу поступления детей в вузы. Если нельзя, учеников. Учеников, да. Соответственное законодательство Российской Федерации, потому что нам важно, чтобы каждый ученик, который изучает те или иные предметы на третьей ступени, изучал их не просто так, а по поводу поступления в высшее учебное заведение. И поговорим мы с вами об этом? Татьяна Евгеньевна, конечно же. Татьяна Евгеньевна, вот говорим с вами о том, что предпрофессиональное образование, которое мы организовываем в школе, соответствует выбору вузов. Так ли это и какие вузы забираются нашими учениками? Конечно так. У нас даже быть по-другому не может, потому что вузы... То есть вариантов нет? Нет, вариантов нет. Очень хорошо. Вузы востребованы для наших выпускников, известны не только в Российской Федерации, но и за ее пределами. Мы даже в Российской Федерации? Да, 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 мы можем. Мы можем отвечать. Пример Московский государственный университет, я уверена, известен не только в Российской Федерации, но и в других государствах нашей планеты. Выпускников много, 16 выпускников 2017 года поступили в Московский государственный университет, причем поступили из них 10 на бюджетное отделение. 6 на внебюджетное отделение. Кроме Московского государственного университета востребованы были также все три московских медицинских университета. Очень большой спектр технических вузов востребованы нашими выпускниками. Но среди этого хочу отметить, что есть театралы, есть педагоги, причем педагогов достаточно много, есть юриспруденция, то есть мы ждем будущих международников, потому что это международные отношения и это правовые отношения в различные области. То есть вузы востребованы и востребованы в соответствии с теми профилями, которые мы детям давали. Я больше того хочу сказать, что давали-то мы не просто так, а просто выбирали. А я смотрю на диаграмму, которую вы показывали на управляющем совете, и большая часть это все-таки инженерное образование. На первом месте у нас инженерное образование, на втором месте экономическое образование, а на третьем медицинское. Надеюсь, скоро будут и военные, военные вузы, потому что кадеты наши подрастут. В этом году мы первый раз вошли в проект кадетский класс в московской школе. Они маленькие сейчас, в третьем классе, но уже одели военное платье. Но задел есть, в диаграмме есть небольшой сектор, будем надеяться, что он расширится, увеличится. Ну и вообще, жизнь, что все течет, все изменяется, поэтому... Самое главное, все, что мы даем, востребовано. Это нужно. Да. Мы слышим. Слушайте, коллеги, но мы совсем пока еще не начали говорить о самом главном. Мы, конечно, говорим о результате, но откуда берется результат, да? Это результат взрослых уже, 18-летних детей, 15-летних детей. Я хочу вам напомнить, что у нас есть трехлетние воспитанники. Что это у вас там такое интересное знать? Да. Это вы ближе к дошкольным группам перешли, да, сейчас? Малые формы игровые. Да, да. В этом году, да. Полторы тысячи воспитанников у нас в образовательной организации, которые занимаются Наталья Владимировна Казаковой. Давайте с ней об этом поговорим. Анна Алексеевна, 85%, если я не ошибаюсь, перешли. 88. Это перешли в дошкольный групп в первый класс. В первый класс. В дошкольных группах на протяжении всего этого года, 17-го, жизнь бурлила просто ключом. Батца крещал. Да, это да. Так положено. У нас проходило очень много разных интересных мероприятий. Наши дети в этом году впервые приняли участие в сдаче норм ГТО, что позволяет приобщиться к физическому воспитанию всего населения нашей огромной Родины. Кроме того, наши малыши активно очень участвуют. В конференции обновляемся знаниями. Вообще был проектный день, да. На прошлой неделе наши дошкольники защищали свои интересные проекты и перешли на следующий этап нашей конференции. Наши воспитатели тоже не остались в стороне. Они постоянно повышают свою квалификацию. Они участвуют в вебинарах. Очень невозможно, работая в школе, где находятся дети от 3 до 18 лет, педагогам, профессионалам, если мы, а это так и есть, наши воспитатели это профессионалы, работать с малышами и не интересоваться тем, что ждет их дальше, и не готовить их к этому. А как они будут их готовить, если они будут делать этого сами? Вы, кстати, совсем не упомянули, а Марина будет узнать про это подробно, поскольку этим занимается. А то, что наши воспитатели практически 100% прошли диагностику независимого метапредметных умений, это же тоже очень важно. То есть воспитатель понимает, к чему и к какому образованию в дальнейшем он готовит малыша. Конечно, наши дошкольники, это наш такой, если можно сказать, самый золотой запас. И из дошкольных групп у нас в этом году уже на сегодняшний день, а если быть честным, то прямо на 1 декабря, до 15 декабря, пока открылась запись на портале, мы 1 декабря уже получили от 88% родителей наших детей заявление о переводе в первый класс. Это сколько в детях? 284 дошкольника. Это мы уже точно знаем, то он будет учиться. В первом классе, помимо тех, кто еще из города к нам придет. В планграфт на... Комплекту учебников надо сказать. Нет, какие 284? Больше! Двоклассников в прошлом году было 20 классов. У нас дошли буковки от А до Ш. Надеюсь, что в этом году будет их не меньше. Ваня, например, мальчиков по имени Ваня 308. Очень распространенное имя стало Ева. Ну и Юль Виктор Винопрасный переживает, что уфамит можно закончить, что у нас есть китайский язык. А тут границ нет. А что интересного произошло в жизни за 17-й год у учеников, которые изучают китайский язык? Мы приняли участие в апробации КИМ по ОГЭ и ЕГЭ по китайскому языку. И я должна сказать, что результаты учащихся 15-17 очень достойные. И мы готовы к введению ЕГЭ и ОГЭ по китайскому языку. Да, ну скажи, вообще мы его очень ждем, коллеги. А в босс китайского языка? Готовимся. Готовимся будем, да? Обязательно. Говорим с вами о китайском языке и о том, что он уже в одном здании, ученики у нас не помещаются. И плавно перетекают с первого класса на Карамошку 54-2. Лена Алексеевна, здравствуйте. Лена Алексеевна, здравствуйте. Расскажите, как вы начали китайский язык и что интересного в здании было в 17-м году? И что перетечет на 18-й? В этом году у нас один первый класс с китайским языком и пятый класс. Если говорить о творческой жизни, то творческая жизнь у нас кипит. И вот столько инновационных событий, и все начинает зарождаться и распространяться от педагогов в вашем здании. Как вы это секрет знаете? Это, наверное, какие-то витамины выдают? Молодых много. Наверное, какая-то такая аура хорошая. Отмосфера. 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 Возраст коллеги значения не имеет абсолютно. Это состоит из души. Вы же работаете в мешке. Я извиняюсь, и ведете электронный журнал. А это часть мешка. Я просто хочу сказать о том, что опять возвращаясь к теме технологии, все, кто хочет... Молодя. Да, это эликсир. Дамы, не верьте рекламе программы, а займитесь Московской электронной школой, будьте бодры и молоды. Всегда. А где Елена Николаевна? Интересно, какую новость она приготовила? Да. Привет, я здесь. Здрасте. Ну, новостью, конечно, я могу поделиться, что у нас изменилась структура социального службы психолого-педагогического сопровождения. Она более расширилась. У нас появились новые специалисты, тьютеры. Теперь мы можем сопровождать наших детишек с особенностями возможности здоровья. Не просто, как это делали в дошкольных группах воспитателей или помощники воспитателя. А теперь у нас есть специалисты. Ну, а теперь у нас есть просто высвобожденные специалисты. Есть такой нюанс, я думаю, еще в этом смысле, вот как я понимаю, что Елена Николаевна имеет в виду, что все-таки в школе еще надо создать условия и возможность для ребенка получать образовательный результат. То есть тьютер еще тут не просто сопровождающий, но он все-таки немножко такую функцию мама и папа выполняет в школе здесь и помогает ребенку учиться. Если он что-то не успевает, он ему подсказывает. А все-таки поскольку у нас все классы массовые и у нас инклюзивное образование, и ребенок развивается с специальными потребностями в среде такой общества, ну, собственно, в той среде, в которой он дальше будет жить, когда школу закончится. Конечно. У нас практически открыл новый факультет, новый департамент сельскохозяйственный. Наталья Александровна, вам слово. Уважаемые коллеги, хочу с гордостью порадовать наших зрителей информацией о том, что в этом году в каждом дошкольном здании, где находятся дошкольные группы, у нас были открыты огороды. Мы там посадили много овощей, и в результате к осени собрали 10 килограмм капусты, тыкву, картошку молодую. В июне месяце наши дети любовались на клубнику, которую, опять же, посадили сами. Правда, и пропалывали грядки сами. Вообще, агро, как бы правильно сказать, агрокомплекс, то есть большая школа, большие возможности, можем выйти на уровень агрокомплекса. Слушайте, коллеги, надо сказать, что меня все-таки совесть мучает, потому что я же все-таки неопознанный мешок взяла, там, конечно, оказались значки, и, Алексей Александрович, позвольте Деду Морозу вам передать, но вынуждена признаться, это вот вам подарок, Дед Мороз просил передать, но вынуждена признаться, что нашла сегодня утром на пороге школы огромный мешок, посмотрела, взглянула, там были значки, я его взяла, вам не было. Вот так, Алексей Александрович. Алексей, надо было взять красную ленточку, перевязать место на хвостке мешка, вызвать с его администрацией, полицию, и мы аккуратно бы вскрыли этот мешок, но согласна, значит, Бог и закона. Ну, я буду знать, но просто я очень верю в чудо и верю в то, что накануне такого замечательного праздника ничего плохого быть не может, но я учту в дальнейшем обязательно, потому что, ну, безопасность, это, пожалуй, самое главное. Ну что же, спасибо вам огромное. Я обещаю, что я больше так не буду и буду вам сообщать о неопознанных, ну и думаю, что, кроме как под Новый год у нас в других случаях не будет ситуации, чтобы появился какой-то неопознанный мешок на территории образовательной организации. Под Новый год, я думаю, мешки только могут быть с подарками. Говорят, под Новый год что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. А у нас еще есть сюрприз, потому что сейчас к нам придет символ года. Дорогие друзья, мы поздравляем вас Новым годом, и пусть наш рыжий друг принесет нам как можно больше с вами вместе удачи. Наш символ года, который к нам сегодня пришел, замечательный рыжий нос, потому что это год огненной рыжей собаки. И все, все новости, которые вам рассказали, пусть останутся с нами на следующий учебный год и приумножаются. Но самое главное, чтобы мы были вместе, и чтобы у нас все с вами получилось. С наступающим Новым годом! С наступающим Новым годом!